Давайте мысленно перенесёмся к тем временам, к одному из таких периодов в истории Божьего народа, когда Бог был очень явно виден, действовал так убедительно, неоспоримо было то, что Он совершал. Никакого, наверное, и сомнения не возникало по этому поводу. Это время тогда, когда у целого народа, можно сказать, что земля под ногами горела. Во всяком случае, воды и море, и рек могли раступиться, даже солнце могло остановиться, если это нужно было. Народы, люди, которые жили в той земле, куда эти люди заходили, приходили в страх только от одной вести, от одного слуха, что евреи приблизились к их территории. Это время, которое связано с именем одного известного человека. И звали его Иисус Навин. Личность очень интересная. Интересная тем, что каким-то образом у него получилось говорить с Богом. Бог говорил с ним. И дал ему очень уверенное обещание. Помните, в чём была суть обещания Божьего Иисусу Навину в начале его служения? Что пообещал Бог этому человеку? Кто помнит, что Бог пообещал Иисусу Навину в начале его служения? Я плохо слышу, но спасибо за попытки ответить. Бог сказал, что перед тобой не устоит никто во все дни жизни твоей. Потому что, говорит, я буду с тобой, как был с Моисеем. И, говорит, ты только со своей стороны будь твёрдым, мужественным, возьми книгу закона, поучайся в ней, не отступай от неё, исполняй, а я всё за тебя сделаю. И читая историю жизни и служения Иисуса Навина, мы видим, что Бог свою часть исполнил. Собственно, и Иисус Навин, похоже, что тоже исполнил свою часть. Насколько совершенно это уже оценивать Богу, но Он делал, что мог. И вот отрывок, который я хотел бы, чтобы мы сегодня прочли и задумывались о смысле написанного здесь, содержится в книге Иисуса Навина, 3 главе. Книга Иисуса Навина, 3 глава. Я буду читать с 14 стиха. Когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег завета пред народом, то лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана. Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние до города Адама, который возле Цартана. А текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона. Священники же, несшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердой ногой. Все сыны Израилева переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан. Это было одно из первых чудес, которое было совершено Богом при посредничестве Иисуса Навина, когда Бог утверждал авторитет этого человека. Но что еще интересно, мы видим здесь, Бог наравне с тем, что прославляет самого Иисуса Навина, Он также утверждает определенную такую категорию служителей. Вот они выступают здесь, мы читаем о них, это священство, это священники. Когда Моисей вел народ и нужно было, чтобы раступились воды Черного моря, там священники не играют даже косвенно такой важной роли, как здесь. Там сам Моисей простер руку, и по его действиям Бог, написано, гнал целую ночь восточным ветром сильный ветер, и вода вот в море раступилась. Здесь же происходило все намного похоже быстрее и стремительней. С одной стороны вода останавливается стеной, с другой стороны она иссякает, то есть утекает. И все это происходит тогда, когда священника, несущий ковчег Завета Господня, их ноги вступают в воду Иордана. Это происходит не просто так. Раньше мы читаем, что сам Бог сказал Иисусу Навину, что это должно быть. Чтобы он не сам шел к воде, чтобы он не сам совершал вот это вот чудо, а именно должны пойти впереди священники. И видно, очень на то похоже, что Господь начинает утверждать роль и авторитет священства в служении, в посредничестве, во взаимодействии народа со Всевышним. Сам Иисус Навин не был священником. Но однако мы видим, что Бог использовал его даже на то время, даже больше, чем священников. Он использовал его как пророка, он использовал его как судью, он использовал его как лидера, как авторитетное лицо. Но когда речь шла о взаимодействии с целым народом, с массой, Всевышний утверждает здесь роль священства. Мог ли Бог раздвести воду Иордана без помощи священников? Ответ простой, конечно. Но однако он этого не делает. Бог мог использовать одного Иисуса Навина, но и этого он не делает. Он использует Иисуса Навина вместе со священниками. И народ это все видит. Народ видит вот эту вот взаимосвязь. Он не стал, Бог, делать вот так, как было при Моисее. Мне кажется, что вот в этом отрывке очень интересно проиллюстрировано то, что вот от твердости, от послушания, можно даже сказать от мужества в какой-то степени, от верности священников, которые несли ковчег завета, тоже что-то зависело в этой всей ситуации. И похоже, об этом мы будем говорить дальше, что это заметили люди. Вот люди, которые переходили по суше, когда вода отступила, когда с одной стороны стоит стена, а с другой стороны вот нет воды, река остановилась. Люди, которые шли по этой открывшейся дороге, видели какие-то особые характеристики в священниках, которые стояли с ковчегом завета. Вот о них мы будем говорить позже. Почему я поднимаю этот вопрос на сегодня, друзья? Казалось бы, мы живем в то время, когда авторитет священников, священства, он в принципе уже есть. От церкви к церкви, от страны к стране, от города к городу, от конфессии к конфессии, он разный. Разный. От самого человека порой зависит авторитет, как священника, как священника, а не просто как функциональное лицо. То есть как бы говорить о том, что сегодня нет авторитета священства, это бессмысленно, он есть. Есть, и это хорошо. Но также есть еще одна сторона этого вопроса, вопроса, связанного со священством. Читая Новый уже Завет, мы видим, что Господь вводит такое определение, с которым, ну знаете, не всегда понятно, что делать, даже вот лично мне самому. Мы его называем, богословы его называют, такое понятие, как всеобщее священство. Речь идет о том, что каждый христианин, каждый рожденный свыше человек, это своего рода священник. По влиянию, по авторитету он не может спорить или равняться, или дерзать как-то заменить священство, которое утверждено Богом как функциональное лицо. Это одна часть. Вот тут определенные люди, левиты, должны были нести ковчег завета, другие не имели права. То есть, все на своем месте. Но апостол Петр об этом говорит, вот о всеобщем священстве, говорит известные слова, я их сейчас напомню. Это первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». При всем том, что Бог вполне самостоятелен, и, как говорит уже Павел, он вообще не нуждается в служении рук человеческих, он сегодня работает через священников, через своих, через свой народ. И вот в этом тексте, который мы прочитали в книге Иисуса Навина, мы видим ответственность священства, насколько она серьезна. особенно, насколько она серьезна, в то время, когда Бог производит в окружающем мире, в окружающих обстоятельствах свою работу, когда Бог желает явить свою славу, когда Бог решает что-то совершить, когда планы Божьи должны осуществиться не в небесах, не в будущем, не в вечности, а здесь и сейчас. И вот тут выступает на поверхность как бы роль и ответственность тех, кто являются священниками Бога Живого. И в данном случае это принцип, то, что здесь будет сейчас, мы увидим, мне кажется, применимо ко всем нам. К одним в большей степени, потому что есть еще и функции священника, к другим в меньшей степени, но оно все равно имеет смысл. И что мы видим здесь? Мы видим, что Господь распорядился, что когда будет происходить вот это удивительное событие, священники должны идти впереди вместе с Ковчегом Завета Господнего. То есть, что такое Ковчег Завета? Это символ, во-первых, напоминание о том, что Бог с народом. Это святое что-то, очень важное для народа, ценное, к чему даже прикасаться нужно было с большой осторожностью определенным людям. И вот символ присутствия Божьего, святости Божьей, несли люди определенные, выделенные, избранные для этого служения, и они должны были идти впереди. О чем это говорит? Это говорит о том, что священники были в курсе намерений Бога. Ну, они и не могли быть не в курсе, потому что Иисус Навин их предупредил. Но они послушали Его. Вот заметьте, они послушали Его. Кто такой Иисус Навин? Еще, кроме того, что Он служил Моисею, о Нем еще мало можно было сказать чего-то авторитетного и сильного. Это были, еще не утверждена была Его власть и свидетельство Бога о том, что Бог с ним. Но Иисус Навин на правах наследника, преемника Моисея, вот собирает людей, говорит, что кому делать, и эти люди слушают. Это уже хорошая характеристика этих людей. Они были в курсе намерений Бога, которые узнали они от Иисуса Навина. И они послушались этих повелений со стороны Божия. Когда Бог желает явить свое могущество, священники – это те люди, которые идут впереди. Если мы все с вами сегодня, как назвал апостол Петр, царственное священство, то в плане Божьем, в деяниях Божьих, мы – те люди, которые должны идти впереди. Те люди, которых Господь желает послать вперед. Те люди, которые первые должны входить в Иордан. Те люди, которые смело должны идти и быть послушны голосу своего Бога. Даже если некомфортно, даже если может быть страшно. Не знаю, насколько смелым надо было быть тем священником, чтобы стоять впереди народа. Даже при том, что у тебя ковчег Господень. И несмотря на то, что Бог утверждает авторитет и институт священства, еще что интересно, Он продолжает, чтобы передать свою волю, использовать и не священника. Использует вот тут Иисуса Навина. И священство как-то взаимодействует с Ним. В 15 стихе мы читаем, что ноги, когда ноги священников в низших ковчег погрузились в воду Иордана, вот мы читаем, что процесс описывается очень подробно, как происходило. То есть вот ноги только погрузились в воду Иордана. То есть, видимо, вся вот эта, я не знаю, сколько их человек шло, это не один явно, но вот когда ноги всех погрузились в воду Иордана, начали происходить вот эти удивительные процессы. Кто-то должен был быть первым. Кто-то должен был быть тем, кто не имел права дрогнуть. Потому что они были ответственны за то, чтобы сделать этот рискованный шаг. Одно дело Моисей. Он имел у себя личное откровение от Бога. Ну, с ним разговаривал Бог, говорил, что ему делать. Он чувствовал, извините за такое выражение, силу в своих руках. Он знал, как скала может повиноваться. И вода может идти. Ну, вот это все он пережил на своем опыте. Вот эти люди, несшие ковчег, они этого всего еще наверняка не знали. Они не могли сказать, что вот мы в этом деле преуспели, понимаем, знаем, как Господь действует. Моисей, когда простирал руку, шел впереди, он имел личные взаимоотношения с Богом. А вот эти люди, они должны были быть послушны тому, что сказал Иисус Навин. И согласитесь, друзья, здесь нужно посвящение, вера, смелость, все вместе взятое для того, чтобы ступить в воды Иордана. Кто-то должен был пойти первым. Кто-то должен был стоять, стоять посреди этой вот образовавшейся этого пути, несмотря на то, что за спиной или перед глазами вот эта вот стена воды. Вы представляете эту картину, как она здесь описана? То есть, с одной стороны, вода, течение реки останавливается, уровень воды поднимается на большущем расстоянии до вот этого места перехода евреями через Иордан. Дальше вода иссякает. И вот стоят эти священники с этим ковчегом, и над тобой стена воды. Как иногда в художественном фильме или в мультфильмах показывают, там рыбки плавают, там еще что-то. То есть можно увидеть, что хочешь. Но насколько нужно быть посвященным человеком и смелым, чтобы не дрогнуть вот в этих всех обстоятельствах. Опять-таки напоминаю, что они не были теми, кто лично говорил с Богом. Они были просто послушны Иисусу Навину. И вот эту вот стену воды не сдерживает никакое инженерное сооружение, никакая дамба, ничего. Только Слово Господа. И они там стоят. И вот очень важно для этих людей было, оказавшимся, которые оказались на передовой, вот на передовой славы Божьей, оставаться твердыми, оставаться верными. Мы прочитали вот в 17 стихе, что когда священники, несшие ковчег Завета Господня, стояли на суше среди Иордана, написано, что они стояли твердой ногою. Похоже, что люди, которые проходили мимо и смотрели, вот как себя ведут эти священники, как ведут себя эти люди, заметили в них вот эту твердость, заметили в них эту уверенность, заметили в них вот эту вот непоколебимость. Здесь вот это вот так вот описано. Священник, вот те люди, которые стояли с ковчегом, никто своим видом не выдал, не выдал какого-то смущения, сомнения, переживания. Наоборот, те, кто проходили мимо, были убедили, что они стоят твердо, что они уверены, что вот они уверены в правильности того, что происходит, в безопасности этого пути, того, что этот путь от Бога. Они уверены. Люди, если говорить, Иисус Навин, священники, и вот вся масса народа, они еще меньше были осведомлены в воле Божьей. Они еще меньше понимали, что сейчас происходит, когда, что, откуда и зачем будет происходить. Еще меньше. И для них перед глазами было очень важно видеть правильный ориентир. Тех, которые знают, что делается, знают, что происходит, знают, к чьи славы сейчас являются. И, проходя мимо, они смотрели на священников. И Бог вот так вот удивительным образом делает, что утверждает институт и роль и влияние священства вот во дни служения Иисуса Навина. И похоже, что люди эти заметили, что те, кто держат ковчег, они будут стоять до конца. Что они абсолютно уверены в силе Бога, в Его промысле и верности того, что происходит. Здесь очень интересно предлагается нам задуматься. Я говорю это сейчас в контексте того, чтобы мы представили сейчас себя все священниками, друзья. Можно по-разному представлять себя священником. Можно представлять себя священником, как вот герои известного, ну, известна нам даже есть экранизация Ильф и Петров, где священник, это маленький свящной заводик представлял себе, помните, жизнь устоявшаяся, решившаяся, все вопросы решенные. То есть какое-то такое ограниченное представление о собственном священстве. То есть священство – это когда хорошо мне. С одной стороны, оно несет благословение для того, кто берет на себя ответственность быть священством Бога живого. Но с другой стороны, здесь речь идет об ответственности, что священство – это те, кто делают комфортными обстоятельства при сложных условиях каких-то для тех, кто идет рядом. Это те, которые являются ориентиром, ориентиром для людей, ну, кто, может быть, не имеет такого откровения и призвания. И если все мы – царственное священство, если, как говорит апостол Петр, мы призваны возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы чудный свой свет, вот это и есть наша ответственность. Христос говорит – свет, соль, то есть как-то вот наше присутствие в мире, в обществе, в социуме, в доме, ну, вот в нашем окружении должно являть присутствие Божье, уверенность вселять в окружающих какую-то. В каждых обстоятельствах это может быть по-разному. Но то, как мы себя ведем, очень важно. То, насколько мы верны, насколько мы уверены в правильности того, что делаем, насколько последовательны – это тоже очень важно. Важно для людей, которые смотрят на тех, которые говорят о себе, те, что мы – священники Бога Живого. Даже если сегодня с нами нет такой яркой личности, как Иисус Навин, даже если нет такого атрибута завета и присутствия славы Божьей, как Ковчег Господень, все так же неизменно остается ответственность священства. Священники Бога Живого – это те, которые всегда были и должны быть на передовой дел Божьих, на передовой славы Божьей. И для этого нужно знать Его повеление, для этого нужно искать с Ним взаимоотношений, для этого нужно слышать голос Его. Вот мы, кстати, слышали в первой проповеди сегодня напоминание, что «Овцы, говорит Мои Христос, слушаются голоса Моего, они знают Мой голос, они идут за Мной». Это не просто, вы знаете, чтобы ради гордости я слышу Бога, я знаю голос Бога, Бог мне сказал это, чтобы покичиться перед кем-то. Это вопрос посвящения, это вопрос отречения, это вопрос веры. Здесь нужно подвязаться в этом вопросе. Священники – это те, кто твердо, уверенно, самими собой свидетельствует о том, что то, что происходит – это дело Божье, в этом Бог. Как сказал апостол Петр, являют совершенство призвавшего. И вот, глядя на историю, которая здесь развивалась вот при водах Иордана, мы видим, что народ смотрел на реакцию священства. Это было записано, это вот как-то отмечено, что как вели себя священники во всей этой ситуации. И, видимо, похоже, это уже такие косвенный вывод мой, такое умозаключение, не знаю, насколько оно правильное, но мне кажется, что от поведения священников очень серьезно зависел выбор народа. вот как народ будет, насколько уверен будет народ, насколько смел будет народ, насколько готов будет к каким-то переменам и решительным действиям те будут, которые, ну, не имеют никаких отношений с Богом, как, вот, допустим, как мы говорим, что мы имеем. И да поможет нам Господь вот в нашем вот этом царственном статусе, статусе священников Бога живого не упустить главное. А главное в том, что нужно просто быть священниками, светить Бога, превозносить Бога, познавать Бога, открывать Бога, слушаться Бога, быть впереди, когда Он говорит идти, быть теми, кто готов стать в воду Иордана первым, быть теми, кто готов, может быть, не совсем, ну, речь идет о плотской смелости, но готов стоять, стоять, если перед тобой стена, а впереди пустыня. Готов, потому что Бог сказал идти сюда. Это серьезное посвящение. И здесь речь идет о том, что я для себя назвал очень просто, как твердый поступ священника Божьего, твердый поступ народа Божьего, твердый поступ человекознающего Бога. Вот насколько я тверд в том, что открывает мне Бог, это вопрос ко мне. Насколько я посвящен, насколько ревностен, насколько ответственен, насколько последователен, это вопрос ко мне. Мы все священники народа Бога Живого, мы все те, кого Христос и Иисус сделал нас своим царственным священством. И Он ожидает, ожидает, что и через нас Он тоже сможет проявлять свою славу. Свою славу в том месте, где мы живем, где мы работаем, где мы служим, где мы молимся, где мы просто как-то проводим свое время. Насколько мы даем Ему эту возможность, ну это уже каждому из нас самим надо делать оценку, какой-то разбор полетов в своей жизни, в своем служении, и как-то расставлять все на свои места. Но да поможет нам Господь не упустить главного. Не упустить главного того, что роль священника быть впереди, роль священника подавать пример. Священник своей твердостью вселяет уверенность тех, кто рядом. Это наша ответственность. И да благословит нас в этом Господь. Аминь. Завершилось богослужение. Подошла к концу и наша с вами встреча. И мне остается только пожелать вам успехов в делах. Хочется пожелать обильных Божьих благословений. Желаю вам веры в действии. Оставайтесь с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok